Реальность, подходящая к концу рабочей недели. Что врезалось в память, стало обсуждаемым, заставило задуматься. События, факты, мнения анализируем вместе в итоговой информационной программе от редакции Репортер 73 в студии Евгений Луковкин. Здравствуйте. Коммунальные вопросы всегда вытесняют на второй план любые другие. Даже политические темы блекнут и становятся незначительными на фоне личных проблем. И это естественно. Человек устроен так, что сперва стремится обеспечить безопасность, комфорт и уют себе и членам своей семьи. А уж затем, если останется время и желание, готов посодействовать и ближнему своему, и поразмышлять об абстрактном будущем региона, страны и мира в целом. Вот в Москве уже строят планы по грандиозной реконструкции старых микрорайонов хрущевской эпохи. Не соответствует жилье, приемлемое в 60-х-70-х годах прошлого века условиям и реалиям, насущным потребностям второго десятилетия века 21-го. Реальные проекты разрабатывают, закладывают под их исполнение сотни миллионов рублей. Возможности Ульяновска в разы меньше, хотя и у нас в активе программа реновации жилья. Пусть не так масштабно, но работает же. Вспомнить хотя бы тот же микрорайон на улице Автозаводской, построенный еще пленными немцами в послевоенные годы. Но тех, кому хочется жить в комфортных условиях, в разы больше, ровно как и зданий, требующих или интенсивного капремонта, или вовсе сноса по причине аварийности. В целом, так оно и получилось в двух домах в Засвияжском районе Ульяновска, где по весне заплакали стены. Практически в буквальном смысле слова, вода, сочащаяся по кирпичной кладке, размывает цемент и разрушает целостность самих силикатных кирпичей. Того гляди рухнет, приведя к трагическим последствиям. При этом местные жители выделяют сразу две причины происходящих деструктивных процессов. Во-первых, как они считают, управляющие компании невнимательно относятся к коммунальным проблемам их дома в целом. А во-вторых, что называется, в частности, проблему мокрых стен создали сами жильцы, незаконно оборудовав душевые комнаты в непредназначенных для этого помещениях. И если накануне жители общежитий отвели душу, высказав массу претензий и укоров, сегодня мы даем возможность управленцам ответить на каждый упрек. Пушкарево-14, дом пятиэтажный, одноподъездный, 1976 года строительства, то есть данную эксплуатацию. Дом строился как общежитие, как раньше это было. Как раньше строилось общежитие, это на первом этаже строился банно-прачечный комплекс, то есть прачечная была в одном конце, помывочная на первом этаже в другом конце. То есть это был проект 1976 года. Кухня у них общая, и вот на каждом этаже были умывальные комнаты, которые незаконно были переоборудованы жителями в душевые кабины. Ну, соответственно, в результате вот этих действий, как и душевых кабин, вот, произошло, происходило постоянное намыкание стен, произошло разрушение, намыкание, и вот в результате длительных морозов, то есть произошло выпущивание стены, кладки, кирпичных стен. Вот, жителям мы неоднократно уже третий год подряд выдавали предписание, что это ваше действие незаконно, просим вас отрезать душевые кабины. Ну, как бы сказать, здесь предписание не привело. Ну, учитывая того, что последнее событие произошло выпущение, мы приняли решение отрезать незаконно оборудованные душевые кабины от воды, горячей и холодной воды. На сегодняшний момент вода и горячая, и холодная на кухнях существуют, согласно проекту. Что наши действия какие? Что мы сделали? Мы заказали пока экспертизу, которая также признала дом аварийным. Вот, вчера, 30 марта, состоялась межведовственная комиссия в комитете ЖКХ энергетики, которые признали дом аварийный с последующей реконструкцией стены этого дома. То есть будет рассматриваться вопрос о дополнительном финансировании на проектно-изыскательные работы, сметную документацию, и будет уже принято решение о ремонте стен после этой уже большой экспертизы. Вот такие дела. Вместе с тем думать, что политика в стране дело десятое, культивировать себе идиота в его первоначальном эллинском значении, то есть гражданин полиса, живущий в отрыве от общественной жизни, не участвующий в общем собрании и иных формах государственного и общественного демократического управления, значит потворствовать разрухи. И не только в головах, как писал классик, но и, простите, в клозетах, как бы Булгаков не отрицал этого устами героя своего романа. Хотим построить гражданское общество? Извольте участвовать в политике, так или иначе. 10 сентября 2017 года объявлено в России единым днем голосования. В этот день по всей стране пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав субъектов Федерации, выборы депутатов законодательных органов госвласти и дополнительные выборы в Государственную Думу по одномандатным округам. В Ульяновской области 10 сентября дополнительно выберут депутатов местного уровня. В Единой России процесс уже стартовал. Традиционно с Праймерис для определения в кандидаты самых достойных. Предварительное народное голосование – практика, которую Единая Россия использует не первый год. Задача Праймерис – максимально открыто и прозрачно отобрать кандидатов на основные выборы. Так, 10 сентября в единый день голосования в Ульяновской области гражданам предстоит определить, кто займет депутатские кресла в городской думе на Ульяновска, кто войдет в Барышский совет депутатов, а также кто получит освободившиеся депутатские мандаты в Ульяновской городской думе. Модель выборов такая же, как была в Государственной Думе, номер один, когда любой избиратель, проживающий в границах и обладающий активным избирательным правом, имеет право принять участие. Единственное отличие – мы пошли ближе к населению. Если мы на Государственной Думе открывали всего 20% избирательных участков, то теперь мы пришли к тому, что мы открываем почти 80-70% избирательных участков, но тем самым мы 100% мест голосования открываем. Во время праймерис потенциальным кандидатом необходимо схлестнуться в политической баталии со своими конкурентами через дебаты минимум дважды. Темы для дискуссий уже определены. Борьба с коррупцией, развитие экономики и промышленного потенциала, образование, агропромышленный комплекс. Регистрация участников праймерис началась 27 февраля этого года и продлится до 27 апреля включительно. 28 мая жители нашего региона во время предварительного народного голосования изберут тех, кто, по их мнению, является самым достойным кандидатом. Артем Петров, Олег Тоньшин, репортер 73. Другим темам. В маркетинге существует множество техник, которые направлены на улучшение качества обслуживания и повышение удовлетворенности клиентов. Одна из них – тайный покупатель, который должен под видом потенциального или реального клиента собрать всю возможную информацию и затем детально рассказать о том, как с ним общались, предлагали ли те или иные услуги и так далее. Тайный покупатель – метод, широко используемый в любых организациях, однако можно пойти и дальше и попробовать оценить целый регион. Одним из залогов успеха, сложившегося в регионе комфортного климата для работы бизнеса, можно назвать проведение недель предпринимательских инициатив. Первая из них завершилась в Ульяновске 22 марта. По итогам ее работы было получено 90 хорошо проработанных предложений Федеральному центру и региональным органам власти по развитию и усовершенствованию регионального климата для предпринимателей. На протяжении уже 12 лет мы с вами достаточно последовательно, на мой взгляд, решаем задачу создания максимально комфортного и привлекательного делового климата. И нам действительно много удалось чего добиться. Я вот сегодня говорил о суммах, о цифрах, роста экономики, перечисленных налогов, и в федеральные, и в региональные, и в местные бюджеты. И они, конечно, хороши. Они действительно заставляют нас с гордостью говорить на любой площадке о том, что вот этот комфортный климат, который мы, по крайней мере, установили друг с другом, эти комфортные отношения позволяют нам говорить о том, что мы движемся в правильном направлении. Но вернемся к тайному инвестору. От информативности сайта и вежливого общения с клиентом до компетентной консультации и правильного направления, заданного предпринимателю для дальнейшего развития. Критериев оценки деятельности муниципалитетов, органов власти, кредитных учреждений и контрольно-надзорных органов существует великое множество. Но главное – это общая цель – выделение отрицательных и положительных практик, их дальнейшая проработка для устранения ошибок в будущем при работе с реальным инвестором. Если просуммировать все средние арифметические вывести по всем полученным оценкам, это все те организации, которые проверялись, то в целом в Ульяновской области эта система выходит на твердую четверку. Вот четыре балла. По отдельности, безусловно, есть отличники из региональных органов – это Министерство сельского хозяйства, это Департамент ветеринарии. Если говорить о органах контроля надзора федеральной, то отличники – это МЧС, это Роспотребнадзор. По результатам исследования «Тайный инвестор» первые позиции в рейтинге заняли Корсунский, Кузоватовский, Меликесский и Старомайнские районы. А вот Чердоклинский, Вишкаемский, Радищевский и Павловский сдали позиции. И если муниципалитеты по сравнению с прошлым годом снизили свои показатели, то органы региональной власти наоборот проявили активность. В целом ситуация стабильная. Уязвимые точки определены, работа продолжается. В год экологии в России бурную активность проявляют как властные институты, так или иначе связанные с темами создания комфортной городской среды, природопользования и охраны природы, так и защитники всего живого на земле. От лесов, полей и рек до братьев наших меньших. И наших с вами легких, например, от вредных выбросов промышленных предприятий. Ульяновские муниципалы с некоторым налетом удивления вспомнили, что деревья в городе нужно не только высаживать, но и обрезать сухостой и опасные ветви. Активисты зеленые бьются с заезжим зверинцем, разместившимся в Заволжье. Дмитрий Медведев, наконец-то, более 20 лет усилий сотен ученых потрачено не впустую, подарил Ульяновской области национальный парк. При этом, стоит лишь кинуть взгляд под ноги, как становится ясно, где-то мы не дорабатываем. Причем весьма серьезно, причем, судя по всему, систематически. И кажется, что дело тут не в наличии средств, умений управлять финансовыми потоками и распределять их на благо экологии. А в нашем собственном безразличии и свинском отношении к городу, региону, стране и планете. Мусор, как синоним техногенной цивилизации. Мусор, как маркер ответственности всех обитателей полиса к собственному дому. Тему продолжит Артем Петров. Эти кадры в одной из социальных сетей опубликовала жительница Ульяновска Наталья Бурцева. Подпись под роликом «Стыдно перед ребенком за грязный город». И пока трехлетний мальчик своими силами пытается очистить от отходов детскую площадку, взрослые дяди, видимо, живут в иной реальности. Свалить строительный мусор прямо посреди дороги? Легко. Именно этому принципу следуют некоторые нерадивые компании. Преграждают путь к садовым участкам кирпичами и полиэтиленовыми пакетами. Еще одна беда. В случае происшествия на место ЧП не смогут вовремя добраться и экстренные службы. Строительные отходы, которые можно было пустить на благое дело, раздробить и засыпать эту же дорогу, только по уму соседствуют с бытовым мусором. Пластиковые стеклянные бутылки, полиэтилен и пищевые отходы – все это люди свалили неподалеку от поймы реки Свияга. Еще в нескольких метрах разбитые ртутные лампы. Чуть дальше горы мусора. На площадке вдоль улицы Родниковой после плановой уборки областного центра. Мы вот здесь можем наблюдать часть свалок, которые были образованы в результате вывоза снежной каши и листвы после уборки города в осенне-зимний период. Соответственно, неоднократно говорили и предлагаем городу создать специализированные такие места, где, во-первых, вот эта вся листва бы перерабатывалась. По строительному мусору проблема до конца не решена. Соответственно, крупные строительные компании вывозят к себе же на рекультивацию под новые стройки. А вот то, что частники делают, собирают тоже строительный мусор, то есть они вывозят куда попало. Гаражно-строительные кооперативы – еще одно место, куда владельцы боксов свозят бытовые строительные отходы. Даже груда кирпичей здесь под копирку напоминает ту, что высыпали на улице Родниковой. Бороться с захламлением территорий, по мнению экологов, можно несколькими путями. Один из них – раздельный сбор вторичного сырья. Каждая ГСК, в принципе, в состоянии раз в неделю, раз в две недели, неважно через какой период, объявлять такие называемые субботники по сбору макулатуры, по сбору пластика. Это первый шаг. Кто переработает, приедет, заберет, такие компании сейчас в Ульяновске есть. Их уже достигает более 10 компаний. За 2016 год в контакт-центр при главе города Ульяновска поступило более 25 тысяч обращений. Из них 79 касались вопросов уборки мусора. По ликвидации несанкционированных свалок – еще меньше, не больше десятка. Для того, чтобы устранить данную проблему, контакт-центр предпринимает ряд действий. У нас существует мобильное приложение «Единная диспетчерская служба», через которое все эти обращения регистрируются и направляются конкретным исполнителям, либо это управляющая компания, либо это ТСЖ, ЖСК. И, соответственно, контролируется ход исполнения этих поручений, скажем так. В городском управлении по охране окружающей среды причину появления несанкционированных свалок видят в том, что на территории областного центра практически не осталось свободных земель. Почти все участки находятся либо в частной собственности, либо сданы по договору аренды. Иными словами, складировать отходы некуда. Вывозить на спецполигоны дорого. А мусорить у себя дома никто не хочет. Так называемые свалки, или я называю несанкционированное размещение отходов, это прежде всего нарушение законодательства, в том числе земельного, которое четко говорит, что собственники ариентатора земельных участков должны содержать участки в подобающем состоянии и отвечать. А от ответа, как правило, нарушители стараются уйти. Но выходит это у них далеко не всегда. Организаторов несанкционированных свалок находят и вручают им квитанцию на оплату штрафа, который может доходить до сотен тысяч рублей. Общественники, в свою очередь, заявляют, что наказание рублем – не выход. Нужно решать проблему системно, не допуская вывоз подобных отходов. Второй вариант – установка систем видеонаблюдения. Необходимые технологии имеются. Артем Петров, репортер 73. Ульяновск вошел в число 15 городов-участников архитектурного конкурса при поддержке Министерства строительства России. Консалтинговое бюро компании, готовившей проекты по улицам Москвы, займется благоустройством Ульяновска, а именно дворов, скверов, улиц и парков. Основная задача для города на этот год – преображение парков Прибрежной и Дружбы народов. Отдельные серьезные проекты существуют и для Винновской рощи, и для Парка Победы. 73 миллиона рублей федеральных, областных и городских направлено в этом году на благоустройство парков Дружбы народов и Прибрежной. Обещают, что верхняя часть парка Дружбы народов станет современной и концептуальной зоной, но какие именно изменения с ней произойдут, пока неизвестно. Облик верхней части парка, так называемые сады портера, две аллеи под надписью «Ленин» определены в первую очередь реконструкции. А к первому международному фестивалю национальных видов спорта СНГ, который пройдет в августе, город-администрация обещает поставить новые скамейки, посадить деревья и заменить асфальтовое покрытие. Эскиз проекта по паркам Прибрежной и Дружбы народов, которыми занимается организация «Стрелка» в Ульяновске, появится в апреле. Как должен выглядеть современный городской парк? Что в нем должно находиться? Очень много вырубается, чтобы сажали побольше деревьев. Вот в частности парк Победы. Столько деревьев вырубили, и ни одного дерева еще не посадили. Ну, детских аттракций, мне кажется, достаточно сейчас. Что еще? Веселительных заведений очень много. Очень много. В современный городской парк обязательно должен быть с качелями для детей, с лавочками для пожилых людей, со скамеечками удобными, ну и, естественно, с урнами, куда могут дети выбросить фантики от мороженого. Само собой, деревья должны быть, пустарник красивый, ровный, постриженный. Ну и чтобы мусор не было, конечно. Красиво, цивилизованно. Больше деревьев, птичек, скамеек, цветов. И все, больше в парках ничего не должно быть? Почему? Мне кажется, для детей карусели, какие-то качели. А что-нибудь для развлечений, для детей, чтобы семьи могли ходить сюда. Предполагается, что остальные парки в городе, в частности Виновская роща и Парк Победы, обновятся за счет внебюджетных средств, благодаря вложениям бизнесменов. Так, в прошлом году в Виновской роще появился новый инвестор и с общей суммой инвестиций 16 миллионов начал приводить эту парковую зону в порядок. В эту сумму вошло асфальтовое покрытие, которое мы восстановили, заменили. Это буквально где-то тысячу квадратных метров. Затем замена скамеек, урн, заменили пластик на основных аттракционах, то есть их полностью восстановили. То же самое в этом году произойдет и с аттракционом колесообозрения. Перекрасят основание колеса, а кабины заменят на современные, открытого и закрытого типа. На сегодня инвесторы ожидают их поставки из Китая. Появится здесь и новая площадка, посвященная ледниковому периоду, по подобию фигур динозавров, установленных в прошлом году в Парке Победы. Руководство обещает создать виновки и велосипедную дорожку. На все изменения для этого года около 25 миллионов. Такие же преобразования увидел в прошлом году и первый по популярности городской парк – Парк Победы. Были установлены садовые диваны, также было менено асфальтовое покрытие в зоне аттракционов, ну и, конечно же, общее благоустройство, которое требует парк. В 2017 году планируются достаточно обширные действия по развитию парка. И, прежде всего, я хотела бы отметить эту установку нового колесообозрения, который будет оборудован не только обычными кабинами, в которых будет отопление и кондиционер, а также для самых экстремальных жителей нашего города – экстремальные кабины. На территории, где стоит этот аттракцион, заменят асфальт и покроют плиткой, установят новое освещение, поставят батуты. Кроме того, во всех парках Ульяновска в мае откроют зоны бесплатного Wi-Fi. Анжела Забашталик, Тоньшин, репортер 73. «Я мама» – именно так ответила на вопрос, чего вы добились в жизни героиня фильма «Однажды 20 лет спустя» Надежда Круглова. Если большинство современных матерей называет воспитание своего чада работой, то фильм доказывает, что быть мамой, а тем более многодетной, это скорее призвание, ведь только безграничная любовь к собственным детям помогает героям преодолевать все трудности и перипетии жизни. Именно любовь помогает им не погрязнуть, что называется, в бытовухе. Кстати, только в прошлом году количество многодетных семей в отдельно взятой Ульяновской области увеличилось до 10 311. Чем сегодня живут многодетные и какую помощь им оказывают – расскажем далее. Трое рисуют. Младшая дочка спит, старшая в школе. В доме семьи Журавлёвых тишина наступает только вечером, когда все дети ложатся в постель, и мама с папой могут тет-а-тет попить чай. Лилия Журавлёва открывает секрет. С мужем они сразу планировали, что в их семье будет не меньше трех ребятишек. План уже перевыполнен. И, как говорит сама многодетная мама, именно в детях они с мужем нашли истинное семейное счастье. Главное в семье, я считаю, должно быть забота, уважение, внимание, доброта, любовь, конечно. Самое главное сейчас понимаем, что главное – здоровье. Поэтому здоровое питание, здоровый образ жизни, здоровье-здоровье – это главное все остальное приложится. Старшие учатся, глядя на родителей, и сами при этом становятся примером для малышей. Вот вам и преемственность поколений в действии. Ну и главное, конечно, это распорядок дня, придерживаясь которого, времени всем будет хватать на все. Ведь у семьи Журавлёвых и кроме детей забот хватает. Это и приусадебный участок, и свиньи, и шиншиллы, и кролики. Дети, глядя на трудолюбие родителей, впитывают в себя эти знания как губка. Для того, чтобы многодетные семьи чувствовали себя увереннее, без поддержки власти всех уровней не обойтись. Так, например, с 2008 года семьи, воспитывающие более трех ребятишек, имеют право на получение именного капитала семья. Данный сертификат мы реализовали на покупку недвижимости по долям на детей. А второй сертификат на четвертого ребенка и на пятого ребенка мы еще не реализовали. Поэтому мы, конечно, ждем изменений, чтобы можно было их использовать. А значит, изменения назрели. Вот только принять их без обсуждения с многодетной общественностью было бы недальновидно. Ведь именно они могут подсказать, какие меры поддержки устарели, а какие, наоборот, становятся только эффективнее. В итоге, к общепринятым пяти направлениям использования капитала семья должны добавиться еще два. Это приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также создание коммунальной инфраструктуры жилых помещений. Многие семьи нуждаются в производстве ремонта в своем жилище. Соответственно, тоже мы расширяем возможности использования данного материнского, точнее, капитала семья именно в произведении ремонта. То есть это тепло, вода, газа, электроснабжение. То есть, соответственно, вот такие вопросы. Соответственно, у нас примерно сейчас получается, мы перераспределяем меры. Это от 36 до 52 миллионов, то, что может потратиться за год. Не забыли и об удобстве во время сбора документов. Как только будут готовы необходимые дорожные карты и отработаны процессы межведомственного взаимодействия, семьям не придется самостоятельно собирать документы. Это вообще упрощение самой процедуры, потому что на сегодняшний день, когда мы смотрим по списку 19 документов, которые нужно пробежаться, собрать, и сколько времени на это надо потратить, и даже средств каких-то определенных, то мы, получается, совершенно отодвигаем маму, которая должна быть полностью погрошена в ребенка, от своей первой прямой материнской обязанности и потребности. И это, конечно, нужно пересмотреть. В современном мире многие семьи не решаются заводить больше одного или двух детей, объясняя это нестабильной экономической обстановкой, сложными политическими условиями или всевозможными кризисами. В семье Журавлевых считают, что это отговорки, что только дети позволяют и самим взрослым развиваться. Ведь создавая для ребятишек сказку, и сам ненароком начинаешь в нее верить. Владимир Гаврилов, репортер 73. Красивое подтянутое тело – лучший подарок, который можно сделать самому себе в преддверии наступающего лета. Да, до него еще два месяца, и это время лучше всего провести с пользой, чтобы с наступлением жарких деньков не выглядеть на пляже Белой Вородой. Естественно, можно попробовать заниматься и дома, но зачем терпеть неудобства, когда можно весело, интересно, а главное – с пользой, и под присмотром профессиональных тренеров провести время в фитнес-центре «Венец». Фитнес-центр «Венец» – сплав профессионализма тренеров, последних разработок в области ухода за телом и широкий спектр возможных тренировок на любой вкус и под любого клиента. В преддверии лета фитнес-центр «Венец» провел уникальное для нашего города мероприятие – весенний фестиваль фитнеса. Тут все просто. Важно понимать, это не просто марафон, где все желающие могут ознакомиться с предложениями фитнес-центра. Это полноценный праздник спорта и хорошего настроения. Я сегодня в полном восторге, довольна от того, что за два часа мы прошли, со счета уже сбилось сколько направлений, это были танцевальные направления, и пилатесом все закончилось, где мы умиротворенные, довольные, получили море положительных эмоций. Мне все понравилось. Нам показали только основу самых упражнений. Я недавно начала заниматься этим, но мне все очень нравится, у меня получается довольно хорошо, и поэтому я очень рада. Я купила абонемент, мне так все нравится, потому что на марафоне же то же самое, что и мы ходим в течение дня, так мне все очень нравится. Особенно нравится фитнес-тренировки у Кати Легина. Не забыли и о самых маленьких посетителях. Пока родители потели на тренировках, мальчишки и девчонки под чутким вниманием тренеров выполняли всевозможные задания квеста «Киндер-сюрприз». А значит, фестиваль смело можно назвать мероприятием для всей семьи. Я пришла сюда с ребенком, который сейчас бегает здесь довольно, кукарекает, еще что-то делает. Я, естественно, занимаюсь своим любимым делом, он своим. Это просто для мамы замечательное мероприятие. Не нравится просто тягать железо или заниматься фитнесом? Здесь это не проблема. Под чутким руководством двукратного вице-чемпиона Кубка мира по кикбоксингу Хачатура Малхосяна у всех посетителей есть возможность окунуться в боевые единоборства, в специально оборудованной для этого зоне. Заниматься здесь можно уже с трехлетнего возраста. Мне нравится, просто у меня душа лежит с детьми. Мне нравится с детства, как меня воспитывали. То есть, как в душу вложить дух бойца, вот так вот сказать, чтобы они вырастали и уже были полноценными в обществе людьми. Функционал, контемп, табата, латино, тайбо, йога и пилатес. Все самые современные техники поддержания себя в спортивной форме были представлены на суд тех, кто не поленился и пришел, для того, чтобы не просто хорошо провести время в одном из крупнейших фитнес-центров города, но и открыть для себя что-то новое и интересное. Пилатес необходим для оздоровления организма, так как работают мышцы-стабилизаторы. Дыхание на пилатесе у нас специфичное, дыхание верхнее, грудное. Осыщение кислородом происходит, организм насыщается кислородом. Мы смело уже идем в путь с новым дыханием. К слову о самом вкусном. Весенний фестиваль фитнеса. Это не просто демонстрация возможностей тренировок. Не забыли и о правильном питании. Ведь именно с этим связано большинство страхов у тех, кто только начинает свой путь к красивому и здоровому телу. Гвоздем кулинарной программы стало разрушение стереотипа о том, что шаурма – это вредно. У всех стереотип, по крайней мере, у большинства, что правильное питание, оно невкусное. Ну вот за счет этого мы хотели показать, что правильно кушать, то есть даже больше сказать балансирно кушать, можно вкусно и разнообразно. Не нужно давиться гречкой и одной грудкой. Поэтому можно всякие вот такие штучки делать, и хоть каждый день ничего за это не будет. После изнурительных тренировок и дегустации правильно приготовленных блюд наступает время релакса. Спа-зона фитнес-центра «Венец» поможет и в этом. Фитобочки, хамам и душ-шарко. Что может быть лучше для того, чтобы закончить тренировку или просто расслабиться. Фитнес-центр «Венец», улица Спасская, 19, вход со двора. Телефон 370870, 370871. «Венец» – место запредельных эмоций. И в завершении важная информация от репортера 73. Запомните телефон рекламного отдела 304173. Здесь есть все – от рекламных роликов, сюжетов до объявлений и бегущей строки. Звоните 304173 и вы в эфире. Это все на сегодня. Делайте новости вместе с нами. Звоните 304073. Читайте и смотрите. www.reporter73.tv Реальность сама складывает картину дня. Продолжение следует... Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...